Мы вернулись в эфир, и перед тем, как передать слово Михаилу Михайловичу Ходорёнку и начать часть милитариста, результаты опроса по будущему Украины какие? Если мы чуть-чуть округлим цифры без сотых, то это 7% Т1, 7% Т2 и 86% это Т3. То есть, просветил 7% станет суперевропейской страной. Развалится с треском и всё накроет 7%, не станет страной вообще никакой, и будет долгонько загнивать 86%. Я боюсь, это не совсем то, о чём с нами говорят постоянно наши гости с Украины на наших телевизионных шоу, это бы их расстроило, но с другой стороны, если вы Ковтун, что вас ещё должно расстроить? Вас уже ничего, по-моему, в мире расстраивать больше не должно. Михаил Михайлович, здравствуйте, я очень рад видеть вас по прохождении Нового года и Рождества, и того, и другого, и западного, и православного. И впереди у нас, конечно, много чего, крещение и, главное, 35 лет моей свадьбы в понедельник, но в четверге нам это мешать не будет. Час милитариста первый в этом году. Здравствуйте. Здравствуйте. И хотя я сам, по сути своей, являюсь поражённым милитаристом, но всё-таки хотелось бы, прежде чем перейти непосредственно к оперативно-стратегическим и военно-техническим вещам, всё-таки немного сказать по поводу украинской темы, причём совершенно неожиданного захода. От милитариста этого вообще, в принципе, нельзя ожидать, а то, что сейчас скажу я. Вы предлагаете нам сдаться? Нет, я предлагаю совершенно другое. Обратить внимание только на один аспект утверждения украинского сознания. Вот в теории этногенеза Льва-Гумилёва там есть стадии, различные стадии существования того или иного этноса. Но вот там нет, наверное, всё-таки вот такой стадии, как массовое помешательство. А вот оно овладевает вот некоторыми нациями на территории СНГ уже несколько раз подряд. И это и в Закавказе такие явления, например, наблюдались, массовое помешательство. И на Украине, например, в начале 90-х годов, и я так думаю, и в 2014 году тоже было определённое массовое помешательство. Мы просто рискнулись всей страной? Ну, почти. Такое тоже иногда бывает, что вот кажется, что вот только вот сейчас щёлкнет выключатель и заживём, это как Европина. Ну, мне по этому поводу что хотелось сказать? Вот о начале 90-х годов, когда вот, ну, зазвучала впервые тема украинского языка. И я тогда, тогда действительно, вот была эйфория такая, вот рост национального самосознания и всё. И я, видимо, не от большого ума, ну, в одном коллективе сказал, зачем вам этот язык? Переходите сразу на английский, как Сингапур. Ну, меня там чуть не посадили на кол сразу за мои вот такие высказывания. А я, собственно говоря, с чем их связывал? Потому что тоже я ведь не на пустом же месте у меня вот родилось это мнение. Если вот перейти хотя бы вот к классической английской литературе, то, в принципе, на русский язык вот английских классиков переводили раз-два и обчёлся наших поэтов. Вот те же самые сонеты Шекспира у нас существуют, по большому счёту, в переводе только Пастернака и Маршака. Третьего я что-то не помню, который сделал бы конкурентоспособный перевод. Потому что в поэзии перевести гораздо сложнее, чем в прозе. Вообще в поэзии переводчик – это соперник. А на украинский не переводили? Может, там их много? Ну, вот я вообще думаю, что после Кобзаря Великого там ни одного равного ему поэта так и не появилось. И вот когда вы обособляетесь в рамках своего языка, на котором-то фактически в мире никто не говорит, по большому счёту, ведь вы отсекаете от себя мощнейший пласт мировой культуры. Ну, в первую очередь, конечно, европейский. Потому что многие вещи на украинский язык не переведены. Особенно это касается поэзии. Того же самого Роберта Бёрца на русский язык переводил, насколько я знаю, удачно только один поэт – Маршак. И тем не менее переводили. У нас-то колоссальная школа всё-таки накопилась на русском. Да, да. А вот им этот путь предстоит пройти… Зачем? Ну, вот я не знаю, вообще удастся ли им пройти вот этот путь в плане перевода. Ну, чтобы на украинском языке появилось что-нибудь конкурентоспособное. Ну, подождите, а этот… Вот опять русский ходарёнок ставит себе эту задачу. А я что-то ни от одного украинского политика такой задачи не слышал. А может, они даже и не думали, что существует такая проблема, и что вообще нет адекватных переводов, например, от лидеров мировой поэзии. Того же самого Байрона. Байрона на украинский язык не переводил. Зачем Байрона на украинский язык? Или он будет… Или вы предполагаете, что он будет звучать так, что лучше не переводить? Как ну, если я дружком про перты, бы у меня прошпигуя вень. Подули я стрелой по Арнзёны на украинском национальном театре 38-й год. Мама до сих пор мне внедрила именно это воспоминание о том, как в 30-е годы на волне тогдашней украинизации переводили всё на свете именно на украинскую мову. И звучало часто так, что да, перешли на русский, и как-то перестали. По этому поводу великий Михаил Михайлович Звоневский, как сказал, хороший язык, напевный, замечательный, но на оперу как-то не ложится. Вот на итальянскую оперу, ну, не ложится никак, да, собственно говоря, и на русского. Но нам всё-таки, наверное, заканчивать надо наши языковые изыски, которые нас могут завести очень далеко и перейти всё-таки… Не дальше Украины. Да, и перейти всё-таки к оперативно-стратегическим и военно-техническим проблемам. И, видимо, надо всё-таки нам начать с недавнего нападения на наши базы Хмим и Тартус. Беспилотников от вооружённых формирований террористов. По этому поводу уже многое сказано. Мы не будем повторяться. Мы единственное, что только скажем, что ударный беспилотник с помощью клея БФ-2 или моментом, с помощью изоленты, с помощью набора пластиковых пакетов, в общем-то, не сделаешь. Почему? Нужны ради линии управления, нужна навигация, нужно всё-таки этим аппаратом управлять. И здесь должен быть всё-таки такой серьёзный инженерно-технический задел, чтобы создать подобную штуку. То есть речь идёт, в общем-то, о каком-то взаимствовании технологий. Но об этом говорилось много, мы повторять не будем. О чём мы скажем? Ну, к сожалению, у нас всё-таки минимум информации, правильно, мы же не знаем, сколько там этих беспилотников было, сколько из них обнаружили, сколько из них сопровождали, по каким из них открыли огонь, удалось ли кому-то из них выполнить боевую задачу, есть ли там какой-то ущерб. Ну, может быть, и хорошо, что эта информация неизвестна, поскольку всё-таки из зоны боевых действий распространять что-нибудь конкретное, ну, не всегда оправданно, не всегда это необходимо. Вот. И, по большому счёту-то, вот, а как, собственно говоря, бороться вот с этим злом, с этими беспилотными летательными аппаратами, которые, они относительно недорогие, они могут достаточно эффективно выполнять боевую задачу, а если в ближайшее время они соединятся с элементами искусственного интеллекта, то можно вообще говорить, собственно говоря, о новой фазе ведения вооружённой борьбы. Почему? Потому что нельзя стрелять дорогостоящимися зенитными управляемыми ракетами весом каждое, там, в несколько тонн, стоимостью много сотен тысяч долларов по, в общем-то, копеечному аппарату. Такое ведение боевых действий разорит кого хочешь. И возникает вопрос, а как же с ними, собственно говоря, бороться, чтобы это было, во-первых, эффективно, во-вторых, недорого. И мы, ещё раз хочу сказать, мы стоим, в общем-то, на пороге новой фазы ведения вооружённой борьбы. Американцы в этом плане предлагают сражаться с ними с помощью лазерного оружия. То есть лазерный выстрел, он относительно всё-таки недорогой, где-то в пределах там, как они предполагают на этом этапе, всего лишь несколько долларов будет стоить этот лазерный выстрел, и он позволит эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами. Но, опять-таки, вот в наших условиях, облачно, туман, грязь, облака снеговые и так далее, всё-таки будет ли эффективным этот лазер, например, ну, чисто в наших климатических условиях? На Ближнем Востоке может быть, да. В этом плане второе предложение, которое вот разрабатывается концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», заключается в том, чтобы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, ну, создавать аналогичные по стоимости беспилотные летательные аппараты, оснащённые даже не управляемыми ракетами, там, скажем, небольшого размера, небольшой стоимости, а просто вот разновидностью, ну, неких дробовиков, чтобы подлетел к вражескому беспилотному летательному аппарату, жахнул по нему, я прошу прощения за это слово, картечью, и, собственно говоря, ему это будет вполне достаточно для того, чтобы он прекратил выполнять свои задачи. То есть вот или лазер, или разновидность вот каких-то дробовиков. Концерн «Алмаз-Антей» над этой темой работает, уже вроде как, по их словам, достигнуты первые положительные результаты, но вообще-то в эту тему надо вложиться как можно больше, почему? Потому что, я ещё раз говорю, это будущее ведения вооружённой борьбы, и надо нам обязательно иметь эффективное, недорогое средство для поражения вот этих беспилотных летательных аппаратов. Ну, а на данном моменте, всё-таки, на данном моменте, я так полагаю, что вот если известно место, откуда они вылетают, известно формирование, которым этим занимается, то по ним должны быть нанесены удары такой силы, что в следующий раз решение о применении этих беспилотных летательных аппаратов, если принималось, там, скажем, на военном совете вооружённых формирований террористов, то главный из террористов сказал бы сам себе, я не самоубийца, чтобы запускать эти аппараты. Вот таким образом надо отвечать на это дело. И всё-таки, как мне представляется, опять-таки, мы можем говорить об этих вещах только в плане гипотез, всё-таки усилить реакционное поле на малых и предельно малых высотах. Кстати говоря, не все понимают, что такое малые и предельно малые высоты, некоторым кажется, что это не более чем прилагательные. Но мы как-то уже говорили на одном из часов милитаристов, что все эти высоты, в общем-то, имеют достаточно строгую градацию. Например, предельно малые высоты, меньше 200 метров, малые высоты от 200 метров до 1 километра, средние высоты от 1 километра до 4, большие от 4 до 12 и больше 12, это стратосфера. То есть сейчас вот речь идёт о том, чтобы усилить реакционное поле на высотах менее 200 метров. Это, кстати говоря, задача более чем сложная. Почему? Потому что для того, чтобы расположить реакционные роты, ну, скажем, в пределах одна от другой на расстоянии от 20 километров, всё-таки мы не до конца контролируем ту территорию, на которой будут располагаться эти малочисленные по своей сути подразделения. И надо решать вопрос об их охране и обороне. А на охрану и оборону каждой роты уйдёт достаточно много сил и средств. Но без этого никак нельзя. Надо решать проблему автоматизированного сбора реакционной информации. То есть как только в воздухе появились угрожающие объекты, чтобы перевести в необходимую степень боевой готовности огневые средства. Опять-таки, видимо, должно быть усилено боевое дежурство по противовоздушной обороне этих баз. И, наверное, наверное, но опять-таки мы не советы тут даём, потому что без нас, видимо, там разберутся, правильно? Мы просто говорим о том, какие вопросы необходимо решать в этом плане. И всё-таки, наверное, надо необходимо усилить зенитно-ракетную оборону этих объектов. Причём, наверное, даже всё-таки не столько зенитно-ракетными системами средней и большой дальности, сколько зенитно-ракетными комплексами ближнего действия и малой дальности. Но опять-таки, все зенитно-ракетные системы, они достаточно стройно классифицируются. Первое – ближнего действия, второе – малой дальности, средней дальности, большой дальности. Например, БУК – это средняя дальности, С-400 – большой дальности. А вот, к примеру, панцирь – это уже зенитно-ракетная система ближнего действия. Вот так к примеру. Почему? Потому что всё-таки, опять-таки, тут важны тенденции. Вот не зацикливаться именно на этом случае. А что было один раз, может быть, и второй, и третий, правильно? Это один момент. А второй момент, всё-таки, вполне возможно, что вооружённые формирования террористов не ограничатся применением только беспилотных летательных аппаратов. А вполне возможно, что будет применение и тактических баллистических ракет, тоже изготовленных, ну, если не кустарным способом. То всё-таки, в принципе, эти технологии большой трудности не представляют. Тем более, в тех условиях, когда их поддерживают много государств, у которых подобные технологии, подобные наработки имеются. Те же самые хуситы же полят, что было силы своими тактическими баллистическими ракетами по Саудовской Аравии. Почему эти же ракеты не могут оказаться у формирования оппозиции в Сирии? Ну, могут же, теоретически. Опять-таки, если кто-то скажет, ну, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, опять-таки, по этому поводу мы скажем, никогда не говори никогда, правильно? И поэтому вот всё-таки и противоракетную оборону от тактических баллистических ракет, и зенитно-ракетную оборону, и средства непосредственного прикрытия всё-таки находящихся на обороне этих баз надо усиливать. И в первую очередь, конечно, вопросы надо отрабатывать усиление реакционного поля и боевого управления. И опять-таки, создаются всё-таки реальные условия для того, чтобы опробовать и совершенно новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ну, не буду говорить о лазерном оружии для их поражения. Честное слово, мы не знаем, в каком состоянии находятся эти наработки. Хотя некоторые наши официальные лица в военном ведомстве заявляли, что там вроде бы всё дело идёт гулливеровыми шагами вперёд. Ну, начинали-то мы. Да, да. И тем более начинали очень эффективно. И в области лазерного оружия, и в области беспилотных летательных аппарата. А тут на тебе подкатила перестройка, ускорение, новое мышление и всё такое прочее. В результате образовался 10-15-летний... Ну, кстати, с Украины боевое лазерное оружие было перекинуто в Штаты, в Советское, ещё на базе платформы Черноморского военно-морского флота, ещё в 90-е годы. Как Союз распался, так и было. Ну, кстати говоря, братские республики передали немало образцов на запад того вооружения, оставшегося от Советского Союза, которого не надо было передавать ни при каких обстоятельствах. Что-то на полигонах осталось, что-то осталось на экспериментальных базах. И, надо сказать, продавали его с огромным удовольствием и не без дохода. Ну, что можно сказать? Уже не были связаны никакими обязательствами. А потом, вы знаете, ведь возникали совершенно фантастические обстоятельства. Вот в своё время, когда меня оформляли на службу в Главное оперативное управление, вот у меня из-за фамилии спросили, а не украинец ли вы? Я сказал, нет, да, никакого отношения не имею, принадлежут к совершенно другой этнической группе. А почему мне задали этот вопрос? Потому что, ну вот представляете, вот, ну можно же было поступить по-порядочному. Но один из заместителей начальника Главного оперативного управления Генерального штаба поехал на Украину в командировку. А будучи по национальности этническим Украинам, мало того, что поехал на Украину, так там и остался. Вот. А его только что допустили до всех высших военных секретов от тогдашнего государства. Ну вот разве это порядочно так делать? Ну вот тем не менее, вот были даже на самом верху такие вот примеры. Бывают чудеса, хотя смотрите, Михаил Михайлович, иранцы модернизируют старые советские ракеты, те же точки, лежащие в Йемене, а там их огромное количество. И хауситы как раз палят по саудовцам, надо сказать, преодолевая систему Патриот примерно в 50% случаев, что не очень хорошо о них говорит. А вот этими старыми советскими, либо модернизированными иранцами оружием в Сирию оно не попадет. Но там ситуация гораздо хуже, потому что в Сирию великолепным образом боевикам оппозиции идут ракеты, которые просто современные западного типа. Французские, британские, американские, немецкие системы. Все, что есть у турок, а у турок есть довольно много разного, безусловно. Мы понимаем, что беспилотники пришли через Турцию к протурецким группировкам, что саудовцы начали инвестировать в провинцию Идлиб настолько большие деньги, что турки отказались от идеи военного вмешательства туда, и кроме нас самих, а заодно сирийской армии и иранцев, Идлиб не будет зачищать никто. И что поставки с Запада современного достаточно вооружения, сложного в изготовлении и простого в использовании туда будут идти. Но вот я перед этим говорил сейчас об Украине. Как ни печально, с двумя странами, которые сегодня, безусловно, будут поддерживать теснейшее сотрудничество с сирийскими боевиками, Укроборонпром в сентябре прошлого года подписал, а в октябре приступил к выполнению поставок беспилотников ударных. И уж какие они есть, сейчас, насколько мы понимаем, это полуфабрикаты, это те машины, которые не западного производства, а на базе новых производств в Эмиратах и в Саудовцах обкатывают и испытывают на нашей базе хмими, в том числе тестируя, как она охраняется. Ну, в общем-то, как мы неоднократно говорили, что все-таки Сирия, это еще далеко не конец, это еще далеко не конец, к сожалению, это новая фаза. И, конечно, с одной стороны, хорошо, что все крупные формирования террористов были нами разгромлены, но это вовсе не факт, что вот с завтрашнего дня там наступит мир и благоденствие, отнюдь нет. А, я думаю, пока особо-то не трогали. Турки всячески их закрешевали, мы пока с исламским государством расправились. За это надо еще бороться и бороться, чтобы там наступило хоть подобие мира. И самое главное все-таки, со стратегической точки зрения, во что мы упираемся, кто будет контролировать территорию. Пока вот нет ясного ответа на вопрос, кто контролирует территорию, но нет ясного ответа, и вот чем закончится вооруженная борьба. Потому что все-таки провинцию Индлиб на данном этапе контролируют не те, которые... Неправильные пчелы. Неправильные пчелы контролируют позицию провинции. Ну, такой мед и дело. Ну, пока вот, пока получается. Так, что еще хотелось сказать в заключении этого часа, буквально в течение нескольких минут. Вот, опять-таки, как мы иногда говорим, это совершенно банальную фразу, нашим радиослушателям мы работаем для вас. Так вот, недавно, находясь на большом удалении от нашей Родины, 9 часов полета на острове Зензибар, встретил одну пару, познакомились он энергетик, а она доктор из Екатеринбурга. И они являются, Евгений Янович, ярыми поклонниками передачи от двух до пяти. Вот так-то. То есть наших слушателей можно встретить даже и на Зензибаре, несмотря на то, что они из Свердловска. И там в ваш адрес, в ваш адрес было сказано немало приятных слов. Таким образом, вот слушают нас... Они остались там отдыхать? Ну, немножечко позже. Тогда привет им большой на Зензибаре. Тогда давайте, может быть, мы сейчас объявим ещё наши эфирные координаты. 5, 5, 3, 300, плюс 7, 903, 170, 63, 63. Очень много вопросов по поводу беспилотников, дронов, невидимок. Вот это всем очень волнует наших слушателей. Ой, ну невидимки, слушайте, если они такие невидимые. Давайте всё-таки этот вопрос поясним, что абсолютно ничего невидимого вообще-то не бывает. Конечно, бывает... Кроме наночастиц. Да, бывает, конечно, да. Каких-нибудь бозонов Хиггса и то их нашли. Вот, да, конечно, если применять технологии стелс по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, то их редакционная заметность, или, как она правильно называется в радиолокации, эффективность, эффективная поверхность рассеяния, будет существенно снижена. Да, но, тем не менее, смотря в каком диапазоне волну. Если, например, она будет снижена в сантиметровом, к примеру, он будет прекрасно виден в метровом диапазоне волны, если, тем более, вот, геометрические размеры совпадают, к примеру, с длиной волны. То есть, абсолютно невидимого ничего не бывает. Да, естественно, будут сокращены их дальности обнаружения, дальности взятия на устойчивое сопровождение, обстрела. Но, тем не менее, да, это осложнит общую воздушную обстановку. Но, тем не менее, сказать, чтобы он вот прям был полностью невидимым там, и никто его никогда не видел. И, опять-таки, если он сравнительно небольшого размера, и пускай он там хоть подкрыт пятью словами каких-нибудь невидимых веществ, есть ещё всё-таки оптический канал телевизионный, и есть ещё 30-мм пушки, которые позволяют его, ну, очень успешно сбить на небольших дальностях. Ну, я знаю одну абсолютно невидимую вещь. Это результативность программы Анатолия Борисовича Чубайса в рамках Роснано. На самом деле, никто никогда не видел, боюсь, никогда не увидит, но денег там много, как он честно сказал. Честно осознался. Абсолютно честный человек. И в этом плане, ну, остаётся только радоваться, что касается невидимых беспилотников. И ещё одна вещь. Нас даже две. Во-первых, нам прислал вот смс-чик у человека по фамилии Ковтун, дед которого, старшина Ковтун, был танкистом и говорил войну. Далеко не все Ковтуны, они такие, как наш политолог. Поэтому, Михаил, уж действительно, извините, вы правы. А что касается результатов опроса, который Алтай потерял, 7% что Украина будет великой, 7% что развалится, а всё остальное, что будет тихо гнить. Новости. 15 часов 34 минуты в Москве. Возвращаемся в программу от 2 до 5. 553-3-Вести для ваших вопросов. Это наш смс-портал. И плюс 7-900-370-63-63. Это наш номер в Ватсапе. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Час милитариста, военный эксперт Михаил Ходорёнок у нас в гостях. И кто не понял, вместо Корнеевского, преступно отдыхающего сейчас на Аравийских берегах, с нами Ольга Подолян. Михаил Михайлович, вам слово. Это, видимо, опять-таки про Ольгу было сказано в одном из сонетов Шекспира. «Сравню ли с летним днём твои черты, но ты умелей, умеренней и краше». Это перевод Маршака. О, да. Видите, как всё в тему у нас сегодня. Там напоминают, что есть ещё переводы Лозинского. Но, тем не менее, Оль, низкий поклон вам от Шекспира. И от Ходорёнка. И от меня. Спасибо. А теперь перейдём к исторической части. Опять-таки, с оперативно-стратегических позиций. Нынешний год, 2018-й, он чем знаменит, что начнётся празднование 75-летия многих наших великих побед. В том числе и под Сталинградом, и на Курской дуге, и форсирование Днепра, и освобождение и левобережной, и правобережной Украины. А вот вчера, 10 января, ровно 75 лет назад, началась операция «Кольцо». То есть, операция по окончательной ликвидации окружённой группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Которая, собственно говоря, и закончилась 2 февраля. И наверняка вот этому событию будут посвящены различные встречи, симпозиумы, выставки и так далее. И всё это правильно, и всё это хорошо. Хорошо, но о чём бы нам хотелось бы сказать, то, что всё-таки вот из этих событий, но они не превращались в какое-то вот только празднование, скажем, только празднование. Всё-таки и мы могли бы сделать какие-то важные для себя выводы. Особенно те, кто обучаются стратегии, оперативному искусству. И, собственно говоря, для того, чтобы сделать эти выводы, надо, ну, до конца себе представлять вот эту стратегическую, Сталинградскую стратегическую наступательную операцию, я бы так сказал, ну, в контексте всей вот зимней кампании 42-43 годов. К сожалению, вот мы её себе представляем достаточно мало, эту кампанию. Почему? А почему? С чем это связано? Это всё-таки, видимо, связано с тем, что вот такой, скажем так, оглушительный успех под Сталинградом, он был, скажем так, ну, не совсем запланирован. Никто не ожидал, что вот эта операция под Сталинградом кончится такой победой и с такими далеко идущими последствиями. Сейчас, конечно, то, что я сказал, может до определённой степени кому-то резать и слух, что как же так, вот почему же вот именно вот так, и эта точка зрения неправильна. Кстати говоря, очень много бывшие высокопоставленные военные придерживаются такой точки зрения. А что я вот по этому поводу хотел сказать? Опять-таки, упаси Бог, отнюдь не умаляя значение нашей победы, и, как принято говорить, её всемирно-исторического значения, но 1942 год вот для нашей армии, для страны был, ну, скажем так, не совсем удачен. Этот год был и годом катастрофических поражений, и годом больших территориальных утрат, и годом больших человеческих жертв. И, по большому счёту, вот какой-то веры в том, что вот осенью и зимой 1942-1943 года удастся добиться каких-то вот крупных успехов. В общем-то, такой-то веры, наверное, всё-таки, по большому счёту, ну, нет, может, вера и была, но что вот это непременно произойдёт, наверное, всё-таки такой уверенности не было. Но, тем не менее, тем не менее, военная зима, вот это, 1942-1943 года, там был спланирован ряд операций на всём Советско-Германском фронте. Я почему говорю, что планировалась вот целая кампания? Ну, во-первых, планировалась операция по деблокаде Ленинграда, планировалась операция, так называемая, «Полярная звезда», в результате которой планировалось окружить вообще всю группу армий «Север», планировалось разгромить группировку немецко-фашистских войск на Демянском выступе, планировалось разгромить врага в районе Великих Луг, планировалось подготовить, осуществить грандиознейшую операцию «Марс» на западном стратегическом направлении, и, наконец, планировалась операция в районе Сталинграда и на Северном Кавказе. И вот какая из них была главная в момент планирования, когда все это разрабатывалось? Ну, во-первых, разрабатывалось несколько планов этой военной кампании. Вот хорошо бы, конечно, со всеми из ними подготовиться, потому что, ну, типа, вот вариант такой, предлагали, например, те-то и те-то люди, что вот нам... Почему я говорю, что существовало несколько вариантов? Ну, так обычно всегда происходит при планировании. И, опять-таки, почему надо было планировать эту военную зиму очередной 1942-1943 года в виде кампании зимней? Потому что, ну, во-первых, надо попросту распределить, надо материальные ресурсы между всеми воюющими фронтами. Да вообще все силы, которые были на тот момент. То есть это под Ленинград отдать, это под Великие Луки, это на Демянск, это на Западный фронт, это и так далее. То есть вот надо первое распределить было все материальные, людские ресурсы, запасы горючего, боеприпасов. Опять-таки спланировать работу железнодорожного транспорта в целях выполнения всех. Мы об этом говорили уже на некоторых часах милитариста, но поскольку повторение мать учений не до всех сразу доходит. Вот, кстати говоря, что касается воинских перевозок, когда говорят, что помощь по ленд-лизу была совершенно недостаточной, вот в плане, вот есть одна такая совершенно фантастическая цифра, что за годы войны наш железнодорожный транспорт получил тысячу паровозов, потому что без паровозов не будет перевозок, без перевозок не будет ничего. Как говорили генералы еще в XIX веке, во второй половине, там, где кончается железная дорога, там кончается война. Так вот, из этой тысячи паровозов, которые за годы войны поступили на снабжение нашего транспорта, из них 900 было американских. Вот, собственными силами мы только 100 сделали. А 900 было американских серии Е, так называемая. Это русская буква Е, и плюс там еще такая небольшая буква с подчеркиванием А. То есть ЕА американский паровоз. Вот, если кто-то там сомневается иногда, что типа нам слабо помогали, да нет, вот в достаточной степени. Вот в этом аспекте, например, очень даже здорово. Потом вот это надо все распределить и поставить задачи. И опять-таки надо же определить направление главного удара, где все-таки мы наносим главный удар зимней кампании. То есть это что? Это северо-западное, это западное, и это, может быть, юго-западное стратегическое направление. Опять-таки документы эти еще не открыты, и можно до определенной степени только догадываться, где планировалось нанести главный удар, и где планировалось достичь наибольших успехов. Опять-таки мы все это излагаем в виде только версий, концепций, и отнюдь не умаляя результатов нашей зимней кампании, которые были просто фантастические по своим успехам, потому что даже некоторых стран, вот участник, союзников Германии, удалось выбить полностью советско-германского фронта, и этих оперативных объединений в ходе войны там уже больше никогда не возникало. Я вот только приведу пример, что на юго-западном стратегическом направлении была разгромлена в ходе зимней кампании 8-я итальянская армия. Исчезла, больше итальянцев у нас на советско-германском фронте не было. Была разгромлена 2-я армия венгерская армия. Я еще раз повторяю, это десятки дивизий, что у итальянцев, что у венгров. Исчезла, все, венгры перестали принимать участие на советско-германском фронте, не больше только как охранные дивизии для охраны и обороны железнодорожной коммуникации. Полностью исчезли 2 румынские армии, которые были разгромлены под Сталинградом, и все, они больше никогда не возникали. То есть, мы выбили в ходе этой зимней кампании всех союзников Германии с фронта, и испанская дивизия уехала из-под Новгорода уже на исходе зимней кампании, и уже больше никогда не возвращалась. Почему? Не было желающих больше с нами воевать, у испанцев. Так они не смогли укомплектовать свою синюю дивизию, иногда ее у нас называют голубой. То есть, никто не умаляет и никто не сомневается в наших военных успехах. Но дело в том, что все-таки этот успех до определенной степени был неожиданный. И если бы вот... Ну, опять-таки, сейчас вот очень легко говорить. Если бы... Ну, безусловно, конечно, прошествия... Да, когда прошло 75 лет, очень легко говорить. Но, конечно, тогда возникла совершенно фантастическая возможность вообще полностью окружить немцев на всем южном крыле Советско-Германского фронта. Поскольку они оказались огружены под Сталинградом, а от Сталинграда до Ростова всего-навсего 300 километров. Это... Такое расстояние механизированное соединение может пройти за четверо суток. А дело в том, что вот группу армии Юг, ну, она по-разному называлась в те времена, ее вывезти с Северного Кавказа можно было только через одно место. Через... Вот мало кто иногда знает, что город Ростов-на-Дону знают все, правильно? А вот город Батайск знают уже гораздо меньше людей, что есть такой город рядом с Ростовом-на-Дону. А дело в том, что Батайск, Батайск, это крупнейший железнодорожный узел Северокавказской железной дороги. И только через Батайск можно... То есть он сыграл ключевую роль именно этот город? Не то, чтобы он сыграл ключевую роль. Если бы наши войска его взяли, немцы были заперты бы на Северном Кавказе. Но вот взять его не удалось. И создались все-таки условия для вывода группы армий Юг. И, собственно говоря, впоследствии обстановка на Советском Германском фронте сложилась по-другому. Но мы, наверное, после погоды продолжим об этом. Да, у нас впереди подробная информация о погоде в российских регионах. И региональный блок 5533-ВЕСТИ плюс 7900-370-6363. Наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы. Час-милитаристы, военный эксперт Михаил Ходоренок у нас в гостях. Мы вернулись в студию. Час-милитаристы продолжается. Михаил Михайлович Ходоренок. И мы свидетельствуем, сколь он прекрасен и мудр с Олей Подолян. Михаил Михайлович, вам слово. Продолжим. Несколько слов о Сталинградской стратегической наступательной операции. Безусловно, это один из самых ярких успехов отечественного оружия. Мог бы он быть большим? Ну, об этом можно рассуждать, конечно, только гипотетически. Наверное, все-таки мог. Но, опять-таки, это рассуждение с исторических позиций, если бы. Но такая, вообще-то, совершенно фантастическая возможность окружить не только группировку войск под Сталинградом, но и всю группу армии Юг, если бы удалось взять Ростов и Батайск. Ну, так она, вообще-то, гипотетически существовала. Но под рукой не оказалось необходимых ни резервов, ни сил, ни средств, которые были, в основном, расположены на западном направлении. Ну, а когда началась уже там переброска, началось усиление, ну, и, опять-таки, все-таки и до определенной степени Паулюс сыграл свою роль со своей армией. Все-таки он очень надолго задержал Донской фронт, практически до 2 февраля. Он был очень сильный военачальник. Я вот сейчас хочу все-таки одну еще даже версию по поводу Паулюса развеять, которая существует в нашем, так сказать, массовом сознании, что, типа, Гитлер ему присвоил звание фельдмаршала только для того, чтобы он застрелился. Ну, во-первых, документально это нигде не подтверждается. Это все-таки не оттаманская Турция, где там давали шнурок повеситься, значит, или выпить кофе с толченными алмазами. Ну, не принято это было так у немцев. А потом еще не стоит забывать и о чем, что, в принципе, вот в Солидградском котле действовало, ну, по меньшей мере, 7 аэродромов. 7 аэродромов. Они вывезли из котла 30 тысяч раненых. 30 тысяч раненых. А Паулюс не бежал. Возможность вывести 25 генералов там своих, такая возможность была чуть ли не до самого последнего момента. И говорить о том, что там, типа, значит, он присвоил ему фельдмаршала для того, чтобы тот застрелился. Я думаю, он ему присвоил все-таки фельдмаршала. И почему? Потому что, опять-таки, упаси бог, я тут не собираюсь выступать адвокатом Гитлера. Но, как ни странно, 6 армия, 6 армия, она свою задачу выполнена, поскольку она дала возможность, несмотря на то, что кончилось поражением для немцев оглушительным, она дала возможность вывести немцев группу армий Юг, вот оставшиеся в соединении группу армий Атом и так далее, через Ростов и Батайске образовать новый фронт, новое крыло советского германского фронта на южном направлении. И, по большому счету, задача-то была выполнена. Да, все это кончилось большой победой нашей, очень крупной, но успех мог бы быть еще совершенно оглушительным, если бы удалось окружить немцев и на Северном Кавказе. Ну, вот не удалось, к сожалению. Если бы удалось, то война, вполне возможно, приняла бы совершенно другой оборот. А то, что вот это, собственно говоря, мало кто-то планировал коренной поворот в ходе войны, вы знаете, я взял и перечитал все сводки информбюро, начиная с 19 ноября и кончая 2 февраля, где о них говорилось о боях в районе Сталинграда. И вот в ни одной из этих сводок, вот таких слов, что типа коренной перелом, всемирное историческое значение, в общем-то, там и не прозвучало. Там, да, крупные успехи, много пленных, много там убитых, раненых гитлеровцев, много захваченных танков, орудий, минометов. Но сказать, чтобы там типа Красная Армия достигла в ходе войны коренного перелома, просто тогда это было непонятно. Не был виден масштаб этого явления тогда. И это совершенно очевидно, потому что первоначально считали, что вообще их там окружено всего 40-50 тысяч человек. Это только потом выяснилось, что их там было около 300 тысяч и даже больше. Вот. И вот когда все-таки вот начнутся вот эти разного рода научно-теоретические конференции, посмещенные 75-летию этой величайшей нашей победы, конечно, хорошо бы, чтобы был вскрыт вот этот весь массив документов. Сама подготовка этой операции, кто ее разрабатывал, сколько ее было вариантов, какое место занимала она вообще в зиме кампании 42-43 года, как все это вот планировалось и так далее. Потому что это не для того, чтобы там, опять-таки, какие-то темные истории, страницы открыть. Да упаси бог! Нет, это единственное, надо предпринять с целью того, чтобы, ну, вот извлечь уроки, посмотреть. Потому что каждая война, мы неоднократно о этом говорили, это все-таки отдельная эпоха в развитии военного искусства. Единственное, что мы можем вот извлечь на данном этапе пользу, например, это все-таки посмотреть, что, например, у советского высшего военного политического руководства, у ставки, у генерального штаба, ну, были, например, такие исходные данные. Вот, одни предлагали вот такой вариант, вторые, второе. Этот вариант славился какими-то достоинствами, этот недостатками. И вот, наконец, приняли какое-то окончательное решение. Да, и по какому принципу, например. По какому принципу, из чего исходили, как оно все замышлялось. Вот, ну, и наиболее все-таки интересно проникнуть, ну, как говорится, в ход мысли советского верховного главного командования генерального штаба. Вот как оно шло все на самом деле, что оно планировалось. Иногда, я думаю, почему вот даже не планировалось, товарищ Сталин, почему не планировал в то время, не предполагал, что эта операция закончится, потом войдет в историю как коренной перелом в ходе Второй мировой войны, вот скажем так, накануне этой операции командир 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта, генерал-майор Вольский прислал в адрес личного Сталина письмо, в котором он сказал, что вот под Сталинградом затевается крупная авантюра, и это ничем хорошим не кончится. Поэтому, товарищ Сталин, я должен поставить вас в известность, что вот тут что-то происходит нехорошее, и вы должны быть в курсе дела, и я абсолютно не верю в успех предстоящей операции. А его корпус генерала Вольского, 4-го механизированного, был главной ударной силой фронта. Ну вот, если командир корпуса, главный, не верит в успех операции, дает такую оценку событий, что должен сделать Верховный главный командующий, если к нему поступит такое письмо. Первое. Немедленно отстранить, правильно? Но если человек не верит в успех операции, его надо немедленно отстранить от занимаемой должности, отправить или в резерв, или назначить с понижением, и назначить на его место более опытного командира, который должен сказать, я справлюсь с поставленной задачей. То есть вера в успех, в конечный успех, тут очень важна. Но если не веришь, как ты выполнишь боевую задачу? Товарищ Сталин, вместо того, чтобы отстранять, наказывать Вольского, лишать его воинских званий и еще чего-нибудь, он ознакомил с этим письмом и руководство генерального штаба, и представитель ставки, лично позвонил Вольскому и сказал, товарищ Вольский, немцы не так сильны, как вам кажется. И я верю в успех этой операции. Вот как-то он его успокоил, подбодрил, оставил на занимаемой должности. Но это о чем говорить? Что все-таки товарищ Сталин коренной поворот на этом участке фронта не планировал. Потому что если бы он знал, что это действительно так вот произойдет. И в этом, опять-таки, нет ничего, ну как бы это сказать, потому что не могут люди видеть масштаб явления всего этого, последствий исторических именно на том этапе. Это то, что называется, большое видеться на расстояние. Да, да, да. И то, что он не отстранил этого генерала, говорит о том, что все-таки, наверное, он вполне возможно ожидал большего успеха, например, на других участках фронта. Но это, опять-таки, тоже в качестве версий. Поскольку, ну, к сожалению, настоящие подлинные документы еще не открыты. Я надеюсь все-таки, что когда-нибудь мы с ними ознакомимся. Потому что сейчас, по большей части, это излагается многое в виде гипотез. Что еще в этом плане хотелось бы сказать? То, что все-таки, наверное, наша военная история, она должна быть более предметной и ориентирована, так сказать, для определенных групп нашего населения, для определенных групп занятий. Например, одна история, наверное, должна быть, наверное, военная для оперативного состава, к примеру, генерального штаба. И совершенно другая для массового употребления, где простым, понятным русским языком были объяснены вот все вот эти важнейшие явления. И чтоб все было предельно понятно. От А до Я. Огромное спасибо. С нами был Михаил Михайлович Ходоренок. Мы прошли первый в 2018 году час милитариста. Но мы не прощаемся. Мы еще вернемся. Мы не прощаемся. У нас еще один час, насколько я понимаю, будет, если только нас не выгонят из эфира. Благодаря прихотливому течению сети пресс-конференций до следующего часа.